Ну и вот заезжаем мы на сам аукцион, это то место, где привозят машины, а вот это место, с которого эти машинки потом забирают большими автовозами уже. А сюда маленькие, после ДТП, это сюда приезжают они с страховыми комиссарами, то есть машинки здесь осматриваются, если нужно они разбираются здесь, на самом аукционе. Ну и мы дальше, получается, их покупаем уже с этого места и увозим. Давайте покажу вам сам аукцион, как это работает. Мы с вами сейчас посмотрели автомобили, ну а вот здесь эти машинки грузятся с помощью вот этих вот погрузчиков, которые я вам показал, на вот эти автовозы. Дальше либо эти машинки уходят по Америке на восстановление, там различные моменты на разборки, либо эти машинки уходят в большие свои части на экспорту. Хочу показать вам X7. Ее нам уже разобрали, предварительно страховщики, для того, чтобы можно было определить степень повреждения. С этой стороны у нее все хорошо. Как вы видите, да, то есть разобрали, посмотрели, все хорошо, все нормально. Естественно, замена требуется, как бы фары, бампер, крыло, кстати, живое, нормально все. Капот тоже живое, все хорошо. Жирон, вот его хорошо видно, на месте, никуда не ушел, нормально. Усилитель на месте, здесь все хорошо, здесь все хорошо, по ходовой. Колесо, видите, завалено. Я не знаю, с какой целью, сняты вот ручки здесь, с дверей. Но это все внутри есть. Сейчас вам покажу. Видите, вот здесь и бампер есть, там в багажнике вся карта дверей есть, облицовочная часть, потому что они внутри почему-то не сняты. Не знаю, с какой целью их сняли, но они есть, это все в наличии есть. Если ищите X7, вот просто вот рекомендую эту машину. Повреждений, как таковых, особых я не вижу. Вот это все есть тоже, облицовочная часть, все это есть. Вот на этом аукционе всегда для того, чтобы покупать машины-доноры, очень-очень большой выбор. Мы всегда можем прийти, посмотреть на эти машинки, видите, да, и тут в уголочке стоит просто куча этих, и все это Теслы, практически все. В любых, как бы, вариантах, то есть, и вот такие есть, и вполне себе, ну, восстанавливаемые машинки есть, ну, например, да, вот, здесь заднего бампера не хватает. Но есть, например, вот такие дрова, которые там, запчасти, это Model Y. Поэтому по Теслам, если у вас возникают какие-то вопросы, мы придем, посмотрим, и вы эти машинки сможете выбрать то, что вам необходимо. Поэтому очень большое количество этих машин, ни на одном аукционе такого не видел. Вот такие вот еще вещи продаются на аукционе. С 2021 года Polaris с 11 тысячами пробега всего лишь. И минимальными повреждениями, если вот вам видно, вот это все, что у него есть. Здесь все, больше ничего. Я уже посмотрел сам его, потому что сам эксплуатирую такую вещь, езжу иногда, и удовольствием. Правда, у меня с крышей, потому что жарковато. Очень интересная вещь для отвлечения, для каких-нибудь уикендов. Я тут на Киеве съезжу на рыбалку на такой, по выходным. Рекомендую. Ну и вот такое небольшое лирическое отступление на аукционе есть. 98-й год, 257 тысяч и пробега всего лишь. Почти новенький. С такой веселенькой раскрасочкой. Вот так. Диан, Sportage. Это машинка 23-го года. С пробегом 9000, если все нормально. Дианя. Очень хорошее состояние автомобиля. Так, вот здесь вот заломчик есть. Так, по удару. Смотрите, замена крыла, замена по ходовой. Усилитель бампера нормальный, планжерон на месте, все в идеале. Капот, капот вот здесь небольшой есть. Заломчик, но я думаю, это все выводится. Дверь живая. То есть удар, ну, по колесу пришелся. Замена ходовой, продавая, так как вы понимаете. Вот такой вот у него огромнейший монитор. Видите, какие-то монстры здесь ездят. Хороший чистенький салончик. Эту машинку можно брать на восстановление смело. Давайте посмотрим автомобиль. Это Ford Explorer. Это полноприводный. То есть он подготовленный ко всем недорожным этим делам. Машинка новая. Пробег у нее... Видите, да? Вот резина подготовленная. Всями по себе колеса усиленные. Машинка прошла 800 миль всего лишь. Повторяюсь, это очень навороченная версия. С 2012 года, 809 миль. Значит, вот хорошо вам видно тут, наверное, лонжерон. Ну, для джипа это самое главное. Видите, да? Вот лонжерончик живой, все на месте. Основить удар у него пришелся, видите, вот усилитель бампера. Ну, вот тут, наверное, хорошо видно. Вот здесь. Вот здесь его тут смяло. Это алюминиевый в виде, да? То есть стойка на месте, никуда не ушла. Ни радиатор, ни двигатель, сам не пострадал. Ну, машина новая, сказать нечего. Сесть на запах нового автомобиля. Ну, вот так посмотреть. Ну, новая машина, 800 миль. С капитанскими сидениями сзади. С третьим рядом сиденья, естественно. С большой панорамной крышей. Хороший вариант. Я бы сказал, что очень хороший вариант. Toyota RAV4. Машинка 21-го года. Здесь еще не все. Магинат. И с совсем, ну, ремонтным, так сказать, ударом. Абсолютно. Хорошая машинка. В хорошем состоянии. С минимальным пробегом. С офигенной комплектацией. Полезы еще родные, новенькие стоят. Удар был скользящий. То есть смялось крыло. Сама арматура, на которой все держится. Вот она практически вся живая. Даже бачок с омывателем. Сильно видно, да? Вот эта жидкость присутствует. Здесь все хорошо у него. Поэтому по факту... А, еще знаете что? Вырван шрус. Вот здесь хорошо видно. Шрус вырван. Ходовая-то на месте. Но ввиду того, что колесу, в принципе, досталось. Здесь досталось неплохо. Придется менять шрус. Здесь все у него под крылом огромненько. Все хорошо. А здесь тоже самое. Подушки сработали по левому борту. И боковые. Так, и по правому тоже самое. Боковые выписка. Верхняя, нижняя. А так машинка, в принципе, очень нормальная. Чистенькая, хорошая. Сзади вообще, посмотрите, сидушки девственные еще. Никого не возили, скорее всего. Эту машинку рекомендую.